Приветствую из модного Копенгагена. Раз в два года в феврале здесь проходит единственная в Скандинавии неделя моды. И возможно вы уже видели на просторах интернета это впечатляющее дефиле, разлетевшееся в соцсетях из-за сногсшибательной концовки. Когда юбка превращается в скатерть или наоборот. Шокированные зрители следят, как модель уносит на своем подоле остатки обеда вместе с тарелками, вилками и бокалами. И ничего не надо мыть. А начиналось все вполне прилично и даже с королевским размахом. В монаршеской резиденции 18 века публику рассадили в одном из залов за белыми скатертями и главное платье вечера пока еще сидит вот там в центре за столом. И как мы теперь понимаем накрытым его подолом. Наверняка не всем приходилось принимать участие в подобных показах. Поэтому не забывайте поставить ваш модный лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить знакомство с самыми последними скандинавскими трендами. Ведь когда дело доходит до уличного стиля, неделя моды в Копенгагене одно из любимых мест модников. Есть что-то в датчанах и вообще в скандинавах умеют они создавать стрит-стайл правильно, никогда не переусердствуя и всегда улыбаясь. Открытие этой недели моды началось с показа молодого датского бренда Ди Вижен. Именно эта коллекция названа тоже актуально. Одеты для катастрофы. Хотя катастрофа здесь выглядит достаточно весело и немного гламурно. Ведь за основу взяли лейтмотив девяностых. Ну и девиз бренда вполне соответствует. Именно с такой идеологией создавать из того, что уже есть, в 2018 году и была создана многопрофильная бренд-студия дизайна. Ди Вижен. Можно перевести как двойное видение. Хотя конкретного определения названию этого бренда не существует. Ди Словообразовательный элемент, означающий два или дважды. И это можно описать как процесс превращения одного в два. Например, вы берете одну куртку и делаете из нее две. И берете две идеи и делаете из них одно видение. Идея не новая и по плечу многим мастерицам. И как видите, такой уличный стиль по силам создать любой хозяюшке. Ведь то, что когда-то во времена дефицита было необходимостью, сейчас стало необходимым условием для участия в подобных мероприятиях. Эта бренд-студия работает в основном в области реконструкции, вторичной переработки кройки и шитья, и всегда в поиске креативных источников. Коллекции Ди Визион черпают вдохновение в классических силуэтах с концептуальной и многофункциональной эстетикой «Сделай сам». Используют только высококачественные ненужные ткани, выброшенные эксклюзивными дизайнерами. Так модные датчане пытаются открыть новые горизонты в индустрии моды, перерабатывая винтажную одежду и другие ненужные материалы. С самого начала эта дизайнерская студия использовала излишки военных курток-пилотов. Затем Ди Визион продолжали расширяться, исследовать новые продукты и методы производства. И теперь, как и многие бренды быстрой моды, превращают выброшенную ткань в новую одежду. Но концовку все же никто не смог переплюнуть. И остальные дни этой модной недели также выглядели поприличнее. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам интересно узнать о других молодых датских брендах. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»